Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь-24. И с вами я, Егор Матаев. В Павловском районе по краевой программе капитально ремонтируют крыши многоквартирных домов. Уже в конце месяца жители трех многоэтажек забудут о том, что такое потеки на потолке. Работа профинансирована из общего котла регоператора. Подробности у Анастасии Меньшаковой. Лопнувший шифер, потрескавшиеся кирпичи, сгнившие балки. Именно так выглядели крыши многоквартирных домов на улице Юбилейной в селе Черемное Павловского района. Более 50 лет эти конструкции защищали дома от непогоды, но в итоге пришли в негодность. И так бы они и стояли, грозясь в любой момент рухнуть, если бы дома не попали в краевую программу капитального ремонта. Эти дома построили еще в 60-х годах. С тех пор крыши полностью не ремонтировали. Несколько раз в год местные жители латали кровлю самостоятельно. Но в этом году три многоквартирника в селе Черемное попали в краевую программу капитального ремонта. До конца июля на втором, третьем и пятом домах на улице Юбилейная завершат строительно-монтажные работы. Крыши, конечно, были в плачевном состоянии. Были потопы. Управляющих компаний на данных домах нет. Обслуживание своевременно не велось. Собственники, соответственно, сами не могут все эти работы вести и содержать дома в нормальном состоянии. Поэтому крыши восстанавливались стопроцентно. Менялась вся стропильная система. То есть полностью обрешетка, все покрытие крыши. То есть стопроцентный ремонт производился на данных объектах. Общая стоимость работ около 7 миллионов рублей. Это деньги из общего котла фонда, собранного собственниками. Жители отремонтированных домов вернут фонду деньги за несколько лет через ежемесячные перечисления по квитанции. Это не такая большая цена за спокойствие людей и отсутствие подтеков на потолках. Время будет все показывать и качество работы и всего. Ну сделали молодцы, хорошо, быстро. Практически как бы все было закрыто. Дождь практически не попадал на кровлю. То есть раскрытых не было помещений. За весь период реализации программы в Павловском районе отремонтировано 6 многоквартирных домов. Еще 6 планируют отремонтировать до конца года. В трех работы подходят к завершению. Следовательно, еще больше людей получат крышу над головой. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. Участок улицы Максима Горького перекроют в Барнауле от 10 июля. От улицы Чехова до улицы Льва Толстого с 20.00 начнутся ремонтные работы. Их планируют полностью завершить до конца июля. Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда. К другим темам. Новое средство оплаты транспорта появилось в Барнауле. Транспортный браслет – удобный и современный способ оплаты поездок. Рассказали в МУП «Центр Транс». Электронные браслеты можно будет использовать в автобусах и троллейбусах города. По транспортному браслету осуществляется отплата через электронный кошелек и проездной билет. Присоединить транспортный браслет к электронной системе оплаты учета проезда будет стоить 290 рублей. Авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири» пройдет в Крае во второй раз. Напомним, в прошлом году 46 авиамоделистов из всей России и Казахстана показали свое мастерство. Они продемонстрировали 250 моделей самолетов. Насыщенный день ждет жителей и гостей Ребрихи. С полудня до 2 часов ночи продлится авиашоу. 21 июля с 12 часов начнутся показательные полеты моделей аэропланов и малоавиации. В 19.00 проведут награждение участников и концертную программу. Также в 23.00 запустят праздничный фейерверк. А после – дискотека, которая продлится до 2 часов ночи. На этом пока все. Далее – утренний канал. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова